КОРОТЕ Так получается, что мы все похожи на сенсея, даже если бы мы это не хотели, те, кто ходит на каратэ, похожи на своего сенсея. Сенсей чемпион мира, и быть похожим на чемпиона мира обозначает, что быть кусочком этого чемпиона. Мы просто ходили, дети занимались чем-то, как-то что-то они рассказывали, я вообще запомнить не могла. Какой катэ, какой кумитэ, какие там пояса, кюв. Никас попросил слезы, мама, пожалуйста, ну съездить со мной на одну смену. Решила съездить, и тут я попала, ну вот реально. Образ жизни, понимаете, то есть это не просто ты пришел на тренировку и ребенка привел, это какая-то уже своя новая такая коммуна. Что интересно, если ты уже пришел к сенсею, и ты там задержался, то это изменит твою жизнь. У нас это поменял жизнь, у нас была своя жизнь, мы много там работали, размеренно, все. И вдруг как локомотив ворвался в нашу жизнь, каратэ, кёк, шинка, сенсей, и вот основная часть нашей жизни теперь там. Работаем где-то так. Да на самом деле сын пришел попробовал, оказалось, что он еще маленький для этого, а вместо него пошел я заниматься. Но сейчас с сыном проходили сборы, он подрос немножко, ты со всеми тренируешься. Когда папа встал рядом с ним на первой тренировке, вот он в строю стоит, там, я сзади, там, и он меня в зеркале видит, ось. Первые тренировки, конечно, тяжело давались, я просто удивлялся, там, маленькие дети все выполняют нормативы, все эти функции, функционал делают. И я, дядька здоровый, пришел, бегал к раковине, прям с крана пил воду, потому что тяжело было выносить. Я называю это не просто тренировки, а, наверное, чем-то большим, чем просто тренировки. Наверное, не знаю, наверное, полжизни моей, как будто я целую жизнь прожила за эти два часа. Как моя внучка скажет, ба, у меня вся школа знает, что надо заниматься каратэ, потому что бабушка у меня занимается. А моя невестка в чат кидает мои фотографии. На что ей, значит, подружки все, они говорят, слушай, мы просто фанаты, мы просто фанаты твоей свекрови. Чьи-то там свекрови мозги выносят, а твои рекорды ставят. Ой, лично для меня каратэ, это как, ну, жизнь моя, так я всю жизнь этим занимаюсь, живу этим. И так совпало, что благодаря сенсею я могу сейчас проживать жизнь с каратэ, потому что обычно люди бросают, потому что кому-то нужно работать, кому-то нужно тренироваться. У меня была такая возможность, что я могу и тренировать, и тренироваться, жить тем, и заниматься тем, что я люблю. То есть, а заниматься любимым делом всегда очень хорошо и круто. Понимаете, нам же выручают пояса не просто так, да, а в торжественной обстановке, когда сенсей наш говорит, синий пояс, желтый полосок. Смычагина. Ну, понимаете, тут сердечко же начинает переплетать, там все выше и выше идешь. Сначала я был для него более незаметен, потом, через время я стал выкладываться на тренировках, потому что мне надоело то, что всех он там управляет, а я как бы стою в сторонке, и он даже на меня иногда не смотрит. Я потом начал себя прям выкладываться на всю, и после этого сенсей вообще с ним познакомился прям очень хорошо. Сенсей, я считаю, что он у нас самый лучший сенсей просто, и я буду с ним общаться всегда. Ну, а сенсей вообще есть замечания, ты уже думаешь, ага, заметили, ну, то есть замечания, оно как созвучно со словом «заметили». Какое-то замечание, что ты то или иное что-то делаешь не так, это уже как похвала воспринимается. А если он тебя похвалил, так это ты вообще этот день там в календаре обвел в кружочек, и все. Он всех любит. Мы для него все родные, у него нет делений там дети, взрослые, он всех любит одинаково. Новенький, не новенький. Он заряжает себя еще больше. Мы приезжали в 4.30. 4.30 в зал. Это неописуемо. Вы понимаете, это просто вот буря эмоций, да, океан какой-то. За каждый бой кричали. Давай, где вы его? Разворот. А уж когда последний бой, я вам не могу даже передать, я просто вот рыдала там, потому что сейчас не могу пересматривать. Сунсей нас учит правилам жизни. Даже если весь мир в тебя не верит, верь в себя. Если тебе говорят, что ты там не сможешь его победить, ты верь, что ты его победишь. Тренируешься усерднее, ты его победишь. Кого угодно. Еще когда ты в чем-то чемпион, можно сказать, качество чемпиона в том, что он скромный. Да, да, да. И он не по каждому углу болтает, что он чемпион того-то там, того-то там. Киокошинка – это путь к настоящей истине. Вот он тот человек, который достиг этой истины. Практически всю свою жизнь он вообще посвящает максимально детям. И вот он часто говорит, что я их всех люблю, как своих. Вот вопрос, зачем ему это, это интересно. Я не знаю. Своим примером, своими какими-то рассказами вот это такое правильное у них выстраивает отношение к маме. Он как мантру какую-то постоянно говорит, что мама для вас – это все. Маму слушать. Вот я это слышала от детей. Сенсей говорит, что мама – это самый дорогой, самый важный человек. Он мне всегда говорит то, что у меня талант определенный есть. И вот я когда выхожу, но он всегда говорит то, что они мне даже не конкуренты. Я и мозгами их сильнее и умнее. И силой я их сильнее, хотя занимаюсь там, ну, меньше остальных своих соперников. Да, это помогает, я это вспоминаю. Ну, Сенсей, поскольку у нас профессионал, вот когда он это говорит, ну, я в это верю. За детей отдельное спасибо. Это просто подражание, и у меня сын очень хочет быть похож на него. Дочка больше воспринимает. Он мне даже однажды сказал, мама, можно он будет моим вторым папой? Я говорю, ну, во-первых, ну, папа вообще один, но ты можешь его воспринимать, как своего спортивного папу. Один из самых счастливых дней в моей жизни – это когда я начала заниматься каратэ. Это самое счастливое, наверное. Сенсей своим примером, он заставляет нас всех быть лучше. То есть он все равно пытается нас привести, своих воспитанников, всех детей, взрослых, привести к кому-то идеалу. Я очень выбираю людей, вот, кого очень сильно уважаю, кому следует. И обычно это бывают люди, которых я в жизни не встречаю. Я в медицине занимаюсь, там, большие доктора, там, или ученые, там, и у нас спортсмены, там, как Брюс Ли Аяма. То есть они где-то там вдалеке. А вот здесь великий человек, вот он здесь рядом. Вот я ведь знаю многих каратистов. Маса Татса, Яма, Энди, Хук. Мне больше всего нравится сенсей. Забыть про все, расслабиться. Сфокусироваться. И вперед. Та фраза, которую больше всего покой не дают никому. Система-то работает. Я мог сидеть сейчас просто дома и просто ходить в школу. А он делает мою жизнь как больше с красками, интересную. Я обычно всегда говорю, что сенсей, можно сказать, как мой отец. Я вообще поразилась, что такое бывает, вот такое отношение к детям. Тут уже... Ну, сейчас будем рыдать. Я каратэ, а не обязательно, чтобы ты была какой-то пацанкой. Может быть, обычным человеком просто. И заниматься каратэ. Он говорит, я просыпаюсь, либо там, не знаю, по кровати, либо три раза отжимаюсь, вот три раза отжимаюсь, опять прям. Во сне кричу, радуюсь победе. Говорю, прям, говорю, победа. Для меня сенсей, наверное, уникальный пример того, что какая бы твоя цель высокая ни была, ты ей можешь дать цель. Нужно просто в эту сторону поработать. Сенсей для меня... Друг, наставник, соратник. Часть семьи. Больше. Я бы пожелала сенсею больше улыбаться. Чтобы я выигрывала, он от этого больше улыбался. Ну, и все выигрывали у него. И вот, чтобы сбылась его мечта, у него есть мечта, чтобы на чемпионате мира, когда мы уже все вырастим, по-взрослым, весь пьедестал был занят нами, и чтобы вот эта его главная мечта сбылась. Молодец. Еременко Доджа. Это Еременко Доджа. Солнце, свет и сердце, звук. Робкий взгляд и сила рук. Звездный час моей мечты в небесах. Ну, Маня, рей. Вот так, Маня, рей. 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 Вград. Рей. Субтитры создавал DimaTorzok